МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вовремя на Первом Приднестровском. Добрый вечер в студии Виктория Головина. И вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограбление сберкассы в столице введен план-перехват. Кто в ответе за качество продуктов о нелегальной торговле? Наш специальный репортаж. Дом рушится, жители бьют тревогу, услышат ли их ответственные лица. И почему родители отказываются от прививок? Вопросами иммунизации приднестровцев заняли специалисты ЮНИСЕФ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нападение на сберкассу. Сегодня в столице около полудня двое мужчин ворвались в отделение Сбербанка в микрорайоне Мечниково. Их лица были закрыты медицинскими масками. Угрожая кассиру обрезом от охотничьего ружья, похитили более 30 тысяч приднестровских рублей. В момент ограбления сотрудница банка нажала тревожную кнопку, но преступники успели скрыться до приезда службы охраны банка. В последнее время ведутся оперативно-рассные мероприятия по восстановлению лиц, совершивших данное преступление. Все население и личный состав ОВД ориентированы, ведутся в поиски. В городе введен план-перехват. По факту нападения на сберкассу Следственным комитетом Республики возбуждено уголовное дело. И к другим темам. Бендеры сегодня отмечают день рождения. Первые упоминания о городе появились еще в 1408 году в грамоте молдавского господаря Александра Дуброва. На бендерских улицах, площадях и скверах сегодня развернулись народные гуляния. Репортаж Татьяны Сяровой. Бендером 605. Город воинской славы, эпохальных событий, город исторических мест, памятников и миротворцев. Сегодня он крепнет и развивается. Полон энергии и жизнерадостности, как и многие его жители, в этот замечательный день. Я люблю бендеры. Потому что он красивый, прекрасный город. Потому что бендеры хорошо, весело. Потому что красиво и люди здесь добрые. Чтобы он процветал. Чтобы приезжали, когда к нам гости, они видели наши цветущие, прекрасные бендеры. Бендеры для меня очень родной город. Я его очень люблю. Здесь все мои друзья и родные. Я люблю бендеры. За 65 лет было пережито немало. Но сегодня бендеры – один из красивейших городов Приднестровья. Здесь всегда помнят свою историю и не дают забыть другим. Для меня город бендеры – это город, если хотите, исторической правды. Это первое. Второе. Для меня город бендеры – это город мужества и патриотизма. Праздничные мероприятия в бендерах начались традиционно с поднятия государственного и городского флагов. Здесь же горожан поздравили представителей власти. Хочется пожелать самого главного – мирного неба над городом, счастливого детства, благополучия. Примите слова искренней благодарности за все то, что сделали вы, горожане, для родного, любимого города. После торжественной части в городе развернулись народные гуляния, ярмарки, выставки продажи продукции бендерских предприятий. Ажиотаж сегодня был у прилавка бендерского хлеба. После шестилетнего перерыва предприятие вновь радует горожан свежей и качественной выпечкой. К юбилею, к дню города, работники нашего комбината постарались и подготовили прекрасную выпечку. Караваи и черемониалы, красиво украшенные, подготовленные для торжественных случаев. Выпекается все это из натурального сырья, без всяких добавок. Только натуральное сырье, сахар, дрожжи, яйца. Выпечка колбасы, одежда, обувь, постель, бытовые приборы и даже мебель. Здесь можно было не просто посмотреть и попробовать, но и что-нибудь приобрести. Я купила платье швейной фабрики Вестера. А пока одни бендерчане выбирали обновки, другие смотрели, участвовали, веселились. Вот, например, на этой небольшой площадке причалили и приземлились корабли и самолеты. Здесь даже можно было увидеть запуск ракеты. Их своими руками сделали бендерские школьники. Это дополнительное развитие творческой мысли, с которыми они ездят на соревнования, соревнуются на межреспубликанские соревнования, городские соревнования, районы областные. В бендерах сегодня праздник, как говорится, на каждом углу. Песни, танцы и всеобщее веселье. И в этот день хочется пожелать, чтобы в каждом доме бендерчанина навсегда поселилось свое маленькое счастье. С днем рождения город сегодня поздравляли Татьяна Сярова, Олег Коваленко и Первый Приднестровский телеканал. Сегодня к нам в республику со знакомительным визитом прибыл глава делегации Европейского Союза в Молдове Пирко Тепиола. Дипломата принял Евгений Шевчук. Нынешний пост Пирко Тепиола занимает с апреля этого года. Я приехал сюда сегодня, чтобы, как сказать, иметь познакомительные встречи с руководителем Приднестровья, чтобы продолжать наши отношения. Участники встречи говорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Кроме того, обсуждались вопросы ограничения свободы перемещения жителей Приднестровья со стороны Молдовы. Также речь шла о текущем состоянии переговорного процесса. Мы затронули процесс переговоров в формате 5 плюс 2, поскольку Европейский Союз является наблюдателем. Приднестровская сторона рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с европейским дипломатом. Рынок, супермаркет или прямо возле дома. Где вы покупаете продукты? По некоторым данным, предпочтение отдается рынкам и стихийной выносной торговли. Вроде как там и свежее, и дешевле, но вместе с этим опаснее. Ведь продукты не всегда соответствуют должному качеству. Александр Кожухарь попытался проверить, что попадает на столы приднестровцев и кто за это в ответе. В отобранной продукции молочной, сметане и твороге на одном из рынков Тирасполя был обнаружен стафилококко-уреус. В лаборатории говорят, если на законных торговых площадках еще можно контролировать попадание на стол тирасполчан качественных продуктов, то на стихийных рынках это сделать практически невозможно. Может привести к пищевым отравлениям, к пищевым токсикоинфекциям, к сальмонолезмам токсикоинфекциям, может быть стафилококко-уреус, патогены стафилококко, которые приводят к пищевым отравлению. Видя представителей Центра гигиены и сотрудников экологической милиции, многие продавцы начинают тут же собирать свой товар и делать вид, что они оказались здесь случайно. Я ничего не продаю. Видите, вот пью таблетки, видите, пожалуйста. В ходе проверки, это отмечают сотрудники обеих служб, практически у всех продавцов отсутствовали разрешительные документы на право торговли и заключение о качестве товара. Где документы? Сертификат, справочка лаборатории, вецэн экспертизы о том, что это прошел контроль. Ну вот сегодня утром, допустим, этого Андрея не было, врача, который там. Нет документов, да? Сегодня нет, а вообще я беру. О том, что продукты на таких рынках не всегда соответствуют качеству, говорят и покупатели. Наталья Поличук поделилась с нами своей бедой. Этим летом она приобрела персики, чтобы закатать на зиму. Ее супруг съел несколько, а дальше, по словам женщины, начался кошмар. Через часа четыре у него началось отравление. Благо, что вот есть знакомые хорошие, сумели капельницу там поставить и, как говорится, вывести его с этого состояния. И мы, конечно, очень недовольны, очень недовольны, что вот так вот здесь просто стихийно выходят и продают. На улице продают все, начиная от овощей и фруктов, заканчивая кондитерскими изделиями. Так, во время рейда продавец с Добы, увидев нас, убежал, оставив свои торты. Специалисты говорят, что вместе с недорогим сладким лакомством покупатели уже совершенно бесплатно получают и набор таких специй. Оседает пыль, действуют выхлопные газы, которые содержат токсичные элементы, соли тяжелых металлов и продукция становится небезопасна для потребителя. Тут же на месте сотрудники милиции составляли протоколы и уже завтра нелегальные продавцы заплатят соответствующий штраф. Александр Кожухарь, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал. В Приднестровье появилась стратегия государственной молодежной политики. Она рассчитана до 2020 года. Соответствующий документ сегодня утвержден правительством. Воспитание молодежи теперь будет проходить по специальным проектам. Также ряд изменений претерпят и системы дополнительного образования. Все подробности у Андрея Малеванова. Чтобы воспитать молодое поколение в духе времени, нужны новые подходы, считают в Минпросе. Воспитывать формацию новых людей теперь будут инновационными методами путем реализации разных проектов. К примеру, проект «Гражданин» должен содействовать формированию правовой культуры. Всего таких программ будет шесть. Охват молодежи, которая учится в организациях образования, это наиболее простой путь. Мы в данном случае простого пути не ищем, поэтому рассчитываем на очень тесное взаимодействие с общественными организациями, с некоммерческими организациями, для того, чтобы консолидировать всю молодежь и создать условия для развития ее творческого потенциала. Изменения коснутся и системы дополнительного образования. В Минпросе предлагают повысить статус музыкальных и художественных школ. Нововведения предлагают и частичную оплату родителями услуг дополнительного образования. Собранные деньги пойдут на улучшение материально-технического оснащения. Рассматривали на сегодняшнем заседании правительства и экономические вопросы. Глава госадминистрации столицы выступил с инициативой об увеличении налогового сбора за наружную рекламу. Мы бы хотели вернуться к той норме или к той величине налога, которая существовала в 2011 году. Это один ромезоп в месяц, что составляет примерно 10 условных денежных единиц в год. Члены правительства поддержали эту инициативу, однако нововведения вступят в силу только с января 2015 года. Андрей Малеван и Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Зарплаты, пенсии и пособия без задержек. Такую задачу поставил предправительством президент Евгений Шевчук. Министр финансов Елена Гиржул заверила, что стабильность в этом вопросе будет. Ресурсы государства позволяют обеспечить своевременные выплаты. Глава государства сегодня говорила и о здравоохранении, и основной акцент обеспечения лечебных учреждений необходимым оборудованием. С этого года появилась возможность улучшить материально-техническое оснащение лечебных учреждений. Речь идет о тех средствах целевых, которые в этом году направляются от единого социального налога на приобретение оборудования в учреждения Министерства здравоохранения. Для того, чтобы вовремя направить поступившие средства на оборудование, президент дал поручение скоординировать действия Министерства на выполнение данной задачи в наиболее сжатые сроки. Почему родители отказываются делать прививки своим детям? Кто и чем их пугает? И как все-таки повышать процент иммунизации населения? Над этими вопросами начали совместную работу специалисты Минздрава и ЮНИСЕФ. Все подробности у Сюзанны Авакян. Татьяна с маленькой Надей в прививочном кабинете не впервые. Мама говорит, все прививки ребенку ставят по календарю. Считает эти процедуры обязательными и важными для здоровья дочери. Прививка – это есть некая страховка о том, что наши дети будут здоровы, не будут болеть, не будут представлять собой угрозу для окружающих деток, которые, как говорится, будут каким-то образом входить с ними в контакт. По мнению врачей, таких сознательных родителей, к сожалению, немного. Насмотревшись роликов в интернете или начитавшись статей, сегодня мамы наотрез отказываются вакцинировать своих детей. И тут уж медики бессильны, ведь согласно закону об иммунопрофилактике, каждый гражданин вправе сам решать, нужна ему или его ребенку та или иная прививка. У нас есть форма, которую родители заполняют, где они информируются о том, что вот такие-таки заболевания, такие-таки последствия могут быть. Но ответственность за дальнейшую судьбу ребенка они берут на себя. Чтобы дисциплинировать родителей по опыту других стран, международные эксперты ЮНИСЕФ предложили Приднестровью провести масштабную информационную кампанию по поддержке иммунизации и начать разработку совместного документа о согласии на вакцинацию. Отказ от вакцинации имеет определенное ограничение при посещении ребенком общеобразовательных учреждений, при развитии осложненной эпидситуации, либо каких-то массовых заболеваний, при устройстве на работу, там, где это связано с опасностью для жизни других людей. При выезде за пределы республики, точнее, въезде в те страны, для которых данный вид иммунопрофилактики является обязательным. Вот это все планируется осветить в рамках информационной кампании по иммунизации. Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены выяснить, почему родители у нас отказываются от иммунизации и какие пробелы существуют в информационной кампании. Еще один вопрос, который рассмотрят в рамках этого документа – транспортировка вакцин. От завода-производителя до кабинета, в котором производится вакцинация, при определенных температурных условиях. Для этого существуют обязательные определенные контейнеры. В Минздраве отметили – подобный документ уже принят в России. Планируется, что у нас он будет разработан к концу 2014 года. В Молдове с падением лея подорожают медицинские препараты. Согласно постановлению правительства, цены на лекарства в соседнем государстве могут вырасти в среднем на 5%. Фармацевты привязаны к курсу евро, который рекордно поднялся за последние три года. А большая часть медикаментов на рынок Молдовы поступает именно из Европы. И еще одна новость из области медицины соседнего государства. В Кишиневе врачи скорой помощи теперь будут и водителями. Нынешних водителей уволят, а управлять неотложками заставят врачей. Приказ об этом уже подписал министр здравоохранения Молдовы. В ведомстве сослались на удачный опыт Америки, где врачи сами водят машины. О других новостях в мире Татьяна Лилица. Россия требует объяснений и извинений от Нидерландов, где произошло нападение на дипломата Дмитрия Бородина. В минувшие выходные под предлогом плохого обращения с детьми в его квартиру ворвались люди в полицейской форме. Избили посланника посольства России в Гааге на глазах сына и дочери. В российском внешнеполитическом ведомстве происшествие назвали провокацией и вручили ноту протеста. Россия потребовала от Голландии проведение безотлагательного расследования. Президент Германии призвал Виктора Януковича освободить Юлию Тимошенко. Чем дольше в отношении Тимошенко нет четкого решения, тем меньше гарантии, что соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе будет подписано. Для Германии решение этой проблемы является барометром того, насколько серьезными и заслуживающими доверия являются усилия администрации Виктора Януковича по развитию демократии и правового государства, считает президент Германии Иоахим Гаук. Президент США Барак Обама вновь призвал Конгресс возобновить финансирование правительства и поднять потолок государственного долга. В Белом доме говорят, что ради спокойствия рынков нужно принять долгосрочное решение и не возвращаться к обсуждению госдолга хотя бы год. Президент Барак Обама заверил, что готов обсуждать с оппозицией любую тему, касающуюся федерального бюджета США. Между тем ни демократы, ни республиканцы в Конгрессе не готовы идти на уступки. Факел Сочи 2014 выставили на продажу на интернет-аукционе. Школьник из Владимира определил стартовую цену лота в 500 долларов США, однако рассчитывал получить за него 30 тысяч. Любопытно, что эстафета Олимпийского огня состоится во Владимире лишь 16 октября. Сейчас продажа факела уже приостановлена. Оригинальный факел Олимпиады в Сочи на том же аукционе уже продан за 3283 доллара. Вместе с факелом продавец отдал и костюм факелоносца. В столице рушится дом. Жильцы многоэтажки по улице Юности развязали настоящую войну с псевдоархитекторами. В их доме уже много лет ведется ремонт первого этажа. Из-за этих перепланировок они боятся лишиться своей крыши. В конфликте разбиралась наша съемочная группа. Впервые шум на Юности 41 раздался два года назад. Прежний владелец купил помещение и решил сделать перепланировку. Так в несущей стене дома появилась дверь. После такого ремонта, уверены жильцы, фасад здания стал покрываться трещинами. Внутри там творится что-то страшное. Стены рушатся, лупятся. У нас в квартире такое творится. Сейчас у помещения другой арендатор. В отличие от своего предшественника, капитальные стены он не трогает. Но шум от работающих инструментов жильцам дома мешает. Кроме того, строители пользуются водой и электроэнергией, платить за которую приходится всему подъезду. И вот эти конторы меняются. Одни, другие, третьи. Все перестраивается. Там с той стороны порубали. Что там рубают? Никто никого не пускает. У всех есть разрешение. Вроде бы есть. С этой стороны рубают капитальные стены. Сложности еще и в том, что дом со своими особенностями. Очевидцы и жильцы рассказывают. 41-й дом в свое время был построен с грубыми нарушениями. Молдавзалит строил своими силами. И у них расхождение осей было. Тем, что на третьем этаже плиты просто пролетали. Опирание плит было 5 сантиметров, 2 сантиметра было. Оно должно быть 14-15 сантиметров. Опирание плиты. И после того они передали Су-25. Мы начали строить усиление в моей квартире. Есть уголок, поставлен с одной стороны. А с другой стороны на ребро кирпич построен, поставлен. Усиление это делали. Над вопросом, что делать, сейчас думают не только жильцы, но и сам арендатор. Здание оседает. Трещина между полом и стеной в некоторых местах достигает 2 сантиметров. Мне обратилась Жек, кто же не к нам, в МВТИ не к нам. Я говорю, а кому должны обращаться? Идите в госадминистрацию. В госадминистрации, говорят, жители к ним с проблемой не обращались. И уверяют, все работы, проводимые в помещении, законные. А то, что здание дает осадку, вполне естественно. Если жители дома действительно боятся каких-либо негативных воздействий, которые будут происходить от перепланировки, они вправе обратиться как в госадминистрацию, так и в проектный государственный институт города Террасполя. Выйдут на место специалисты с привлечением других служб, которые непосредственно могут определить, что, как оно двигается. Между тем, владельцы квартир считают, нарушения есть, и готовят коллективное письмо на имя президента. В надежде на то, что проблему их дома все же удастся решить. Татьяна Коркина, Ирина Полесико, Роман Донец и Павел Божонко. Первый Приднестровский телеканал. Сегодня на главной сцене государственного театра работали столичные огнеборцы. Пожар максимальной сложности был условным. Как быстро справились задачи терраспольские пожарные, расскажет Ярослав Богат. Противогазы, пожарная экипировка и бронспойты в руках. На главной сцене театра репетиция не совсем обычная. Среди декораций не актеры, а самые настоящие пожарные. По легенде, именно здесь находится очаг возгорания. Со стороны о том, что пожар условный, можно понять только по отсутствию дыма и спокойно беседующим работникам театра. Действия огнеборцев максимально приближены к реальным. От тушения огня до эвакуации пострадавших на учениях, как и на настоящем пожаре, важна каждая секунда. Во время войны театр горел. Это однозначно был полностью разрушен. Мы очень аккуратно относимся к технике безопасности, пожарной безопасности. У нас очень следят строго за этим. Поэтому мы стараемся, чтобы таких инцидентов не было. Общественные здания с массовым пребыванием людей требуют особого внимания, объясняют пожарные. Именно поэтому здание государственного театра и стало для них своеобразным тренажером. Это учение максимальной сложности. Здесь очень большая пожарная нагрузка. Здесь пожар распространяется как по полу, как по полосникам, так и по декорациям. И плюс здесь, как правило, большое количество людей. Условный пожар максимальной сложности был устранен за 20 минут. Подобного масштаба пожарно-тактические учения проводятся в республике два раза в год. По словам специалистов, для отработки профессиональных качеств пожарных они необходимы. Ярослав Богат, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал. А теперь о спорте. В акватории Днестра завершились международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В футболе национальной дивизии подошел к концу первый круг. Спортивные новости далее. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ имеют богатые традиции. В последние десятки лет турнир «Золотая осень» собирает команды из ближнего зарубежья. Состязания осовершенствуют профессиональные навыки гребцов. Здесь много спортсменов участвовало с Украины, с Белоруссии, с России, которые впоследствии становились призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Призы разыгрывались в трех возрастных категориях. Самые младшие гонялись только на дистанции полкилометра. Первыми в финишную черту пересекли Вадим Антачелл из Варницы и дубосарская байдарочница Татьяна Дацко. У каноистов не старше 15 лет добавилась трехкилометровая дистанция, в которой победу праздновал воспитанник столичной школы гребли Денис Мережковский. А среди самых опытных участников дважды отличился байдарочник Сергей Кожухарь. По три победы у гостей из украинского города Южный и белорусского Мозыря. Между тем, Национальная футбольная лига взяла двухнедельный тайм-аут. В заключительной игре первого круга встретились две столичные команды Террасполя и Шериф. Быстрый гол намекнул на превосходство желто-черных. Уже на второй минуте номинальные гости вышли вперед, когда Лува Нор в касании замкнул фланговый навес. На протяжении первого тайма горожане пытались отыграться, но получили так называемый гол в раздевалку и вновь усилиями бразильца. В конце матча футболисты Шерифа довели счет до разгромного. Исмаил Иса поставил точку в матче 3-0. Мне очень понравилась игра. Очень много было опасных моментов шоу одной и другой команды. И поздравляю свою команду с победой. Реализация у нас сегодня была лучше. По итогам тура Шериф увеличил отрыв от преследователей, а ФК Террасполя опустился на четвертую строчку турнирной таблицы. Юлия Саракопут, Вадим Гачков, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно ознакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. 9 октября в Москве пасмурно, небольшой дождь, ночью 8, днем 14 градусов выше нуля. В Киеве малооблачно, ночью 10, днем 16 выше нуля. В Кишиневе ясно ночью плюс 9, днем плюс 17. В Цхинвале ясно ночью от 3, днем до 14 градусов тепла. В Сухуми ясно ночью плюс 13, днем плюс 18. В нашей республике по сообщению Гидрометцентра ожидается переменная облачность без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики от плюс 3 до плюс 5, днем 13-15 градусов со знаком плюс. В столице ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 14, плюс 16. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдаёт в аренду торговой площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok